всем большой привет друзья меня зовут олеся это канал у вязаных игрушках и сегодня у нас воскресенье и я хочу отснять видео о готовых работах давненько я не снимала такие видео потому что стараюсь последнее время снимать влоги и именно в этих влогах я вам показываю что у меня вяжется или кто у меня уже был связан вот ну так скажем что месяц уже почти заканчивается июнь да и именно за этот месяц я бы хотела подвести итог напомнить кто у меня был связан до что я вязала именно в этом месяце какой есть мастер-класс вот я показывать вам не буду потому что практически всех этих игрушек у меня уже нет наличии я вам буду вставлять фотографии и также кратенько напомню у них буду рассказывать вот ну и также сегодня хочу показать вам парочку новых игрушечек которых я связала именно на этой неделе всем желаю приятного просмотра и также буду ждать ваши комментарии значит друзья самые первые у меня были связаны две миши большие 42 45 сантиметров они в высоту но они сами по себе достаточно такие крупненькие толстенькие да вот на этих мишек у меня есть мастер-класс он идет полностью впадая формате там 60 или 65 страниц и 150 фотографий процесса вот мастер-класс очень подробный хороший классный считаете сама игрушка и плюс целый набор одежды все это входит в мастер-класс так значит мишки были у меня связаны дальше я вязала красные платья и также повязку вот что вы видите на фотографии с ромашками да я вязала для своей куколки ама и которые я также сама сделала многие из вас уже знают в общем большое вам спасибо огромное до сегодняшнего дня тоже приходит ваши приятные комментарии мне очень очень приятно что вы оценили мою работу значит красное платье у меня было связано считайте это стопроцентный хлопок да на размер так как у куколки размер 75 сантиметров до она весит 5 килограмм получается ну для такого так скажем 9 12 месяцев для такого ребеночка можно сказать вот у платья также есть подклад белый потому что сама юбочка именно от платья она идет такая в сеточку ну и чтобы она где-то там не просвечивалась да хотя это для куколки вот я сделала белый подклад из хлопковой такой тонюсенькой сеточки вот ну я так вам рассказываю именно про платья ну то есть она связана для моей амайи но также конечно можно связать например такое платье для ребеночка в общем мне очень она понравилась она ей тоже очень подходит так что я этой работой также довольно вот дальше у меня были связаны друзья медузки медузки я вязала в мае но по моему еще 1 2 я сейчас вязала так как я ехала на рынок и я тоже вязала в других цветах но не все но не все такие принципе мелкие я могу сразу сфотографировать вот так же у меня была связана на заказ куколка лора тоже вставляю вам фотографию у меня на нее есть мастер-класс вы можете его найти перейти на мой канал и заглянуть в плейлист мастер-класс игрушки крючком там куколка это есть то я тоже показываю как пришить трассы как я пришиваю для этой куколки у меня также есть целый наборчик одежды которые мы вяжем вместе с вами но на фотографии набор одежды идет другой там такой какой хотела заказчица вот но мастер-класс на куколку есть она очень хорошая такая знаете и по размеру хорошая и в целом она классная получается ручки-ножки там подвижные в общем нравится берите вяжите также одежда есть на канале вот куколка была связана и также у меня были связаны на 7 штук это из моей серии барбосиков то зайчик мишка единорожка жирафик ежик мышка и кошечка вот это уже я отправила так что заказ мой уехал вот так немножечко вам напомнила то что было связано в этом месяце скажу так что вязать конечно знаете можно намного больше игрушек но когда ты делаешь мастер-класс а тем более такой большой длинный подробный то конечно она занимает свое время вот но я довольна своими работами так что все принципе хорошо сейчас хочу показать вам на парочку новых игрушек которых я связала уже на этой неделе да так скажем последняя неделя июня но не вся но все же и первую которую я вам покажу друзья скажу сразу так она немного необычная я не знаю как для кого тоже буду ждать ваши комментарии напишите мне вот как вам данным для меня она немного необычная потому что как сказать не совсем то что я хотела дан не совсем то что я пыталась сделать пыталась связать но друзья я тоже не буду ее прятать это какая получилась такую я вам и буду показывать вот смотрите кто у меня тут родился смешнючий да такой зайчик значит девочки сейчас я вам по порядку так буду рассказывать значит скажу для начала что вы тоже знаете да я говорила что я хочу немного остановиться на больших игрушек то есть чуть-чуть приостановить до вязать такие поменьше среднего размера ну в районе 30 сантиметров вот я устала честно от больших игрушек это все время 45 50 сантиметров 4550 знаете это в общем это тяжело и тем более что на каждую из них надо делать мастер-класс вот положу ее пока что и получается что я прям знаете мне люба тоже еще прислала посылочку также вот несколько разных таких цветов по пряжи этой пушистой и она меня прям так знаете манит просто привлекает и я очень хотела именно из этой пряжи связать у меня конечно есть связано игрушечка зайка кнопа до этих три штуки они тоже проданы но одну из них я пробовала вязать из этой пряжи в общем она мне безумно нравится я вижу петли точнее их не вижу девочки я их ощущаю потому что я вижу на ощупь именно из этой пряжи но как бы и сколько раз я не считала получается так что попадаю именно столбик в столбик то есть все здесь отлично потому что вот частенько спрашивают как вы вяжете из этой пряжи вот и я хочу сказать что пряжа это мне прям манила и мне очень хотелось связать новую игрушку ну какую-то знаете ну какую-то новую и и маленькую ну говорю вам такого среднего размера стала я вязать этого зайчика я вам скажу что это пряжа сама по себе она тоже немного подтягивается и когда я только вот вязала да я начинала вязать с ножек виде из ножек видите какие они тут коротенькие я даже не рассчитывала что она такая получится у меня большая а размером она 37 сантиметров вот сразу я изначально сделала маленькие ножки но когда я уже стала вывязывать вот это тело то понюхай понюхай цветочек понюхай и когда потом добавляла сюда наполнителя получилось так что она все равно знаете вот такое большое 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 еще скажу по наполнителю из этой пряжи вот видите вот так все он она больше не нажимается из этой пряжи ну как сказать сам наполнитель не позволяет чтоб его там было много потому что когда я вижу игрушки из плюшевой пряжи я все равно намного плотнее набиваю вот чем здесь а тут как-то сама эта ниточка она такая очень нежная мягкая приятная да и как бы и хочется чтобы игрушка была не такая знаете плотная вот но друзья это у меня уже знаете наверное такая идет закалка что вот так привыкла так научилась и всегда по плотнее набиваю игрушки вот здесь я так старалась уже не прям сильно пихать но друзья она все равно все равно получилась большая и тем более что я хочу сказать что именно здесь в этом зайчики не так много рядов что он такой прям большой до рядов здесь на самом деле мало это не есть большая схема рядов мало но из-за того что большой размер крючка я вязала четыре с половиной из-за того что это пряжа очень пушистая до ворсистая из-за того получается такая игрушка и вот если вы посмотрите смотрите какое толстое ухо то есть видите она одинарные да не двойное не по кругу вязана и смотрите насколько она толстый чуть не мой палец вот так что получается вот такая игрушечка ну и что я так все знаете что-то хотела по-новому что-то новое изменить что-то добавить и так вышло что я подумала себе что хочу сделать игрушечки именно вот такие глазки то я их вязала тоненьким крючком ниточка здесь на глазках и на носике это стопроцентный хлопок друзья старалась по максимуму ну вы понимаете что это нужно связать два глазика одинаково да вот но я высчитывала каждый прям каждый столбик чтобы они получились такие одинаковые и они мне сами глазки очень нравится да то есть видите здесь зрачки можно так сказать черные белочки есть до розовый как бы вот ну то есть по оттенку именно этой пижамки так скажем да или костюмчика вот то есть глазки мне здесь очень нравится но может из-за того друзья что я не привыкла да она мне кажется немного смешная это зайка и не хочу ее обижать не имею право да это все мои игрушки я их всех люблю но скажу вам так когда я вот так села и смотрю на нее и вот так прям когда я на нее вглядываюсь она мне очень нравится вот но немного не та форма получилась игрушки что я например хотела да хотя она такая пузатенькая толстенькая очень она такая приятная гладенькая ну в общем немного я и похвалила чтобы ее не обидеть в целом я принципе довольна вот но немного не тот результат который я ожидала говорю вам еще раз потому что она большая получилось вот хвостика я здесь даже не давала потому что сама форма именно здесь уже так связано да что вот видите как будто такая папка есть и поэтому я хвостика не давала когда например вот ее ложить но вы сами знаете когда мы вяжем хвостики и мы например бы хотели сфотографировать лежа игрушку то вот видите здесь глаза закрывает а если бы был хвостик она бы как-то еще более переворачивалась поэтому она у меня будет без хвостика но зато очень классная мягкая и самые главные друзья это то что она полностью безопасная да нет глазок нет пластмассовых носиков никаких да то есть здесь полностью безопасная игрушечка вот и здесь у нас возле шайки есть такая имита ну как воротничок да то есть имитация такого воротничка вот тут я даже так на треугольник сделала и как будто здесь у нас идет ну допустим пижамка да а тут получается чуть-чуть кофточка ну и так чтобы немножечко чуть-чуть что-то добавить да я добавила вот такого зайчика тоже украшение он также с ткани видите совсем мягенький так что игрушечка безопасные ну и так они смешно чая получилось вот в принципе ушки можно здесь по разному пришить но уже пусть будет так с этой пряжи например если ты что-то уже пришел ты уже не увидишь где это можно распустить аж никак вот так же я вот его немножко вот так почесываю тогда он получается такой гладенький вот мордочка так что у меня такой родился зайчик напишите обязательно напишите в комментариях как вам что вы скажете вот а такие глазки мне очень понравились так надо будет еще пробовать я буду еще пробовать тоже вязать игрушечки такие с глазками то куда бы тебя положить чтоб тебя было вы видно вот дальше друзья какая еще такая история немножечко тоже вам расскажу так как мы на этой неделе можно сказать так не болтали с вами да получается когда я его связала все-таки знаете меня мучил этот вопрос ну то есть я хотела именно с этой пряжи добиться игрушечки в районе 30 сантиметров вот и прям и прям я думала я считала в голове вот я легла спать это было уже ночью это два часа я ложилась спать друзья я просто не могла уснуть у меня постоянно в голове это все вот так прокручивалась прокручивалась я считала ряды прям в голове в общем думаю что я буду нервничать встаю и еду вязать и хочу вам сказать что до утра я придумала новенькую схему и также связала детальки для новенькой игрушечки вот ну и потом уже днем я собирала но я хочу сказать что по крайней мере из такой толстой пряжи мне удалось сделать игрушку я имею ввиду друзья почему именно из толстой пряжи вы сами понимаете она толстая когда-то например провяжешь два-три ряда то уже чуть не вот столичка получается но и связать маленькую лапку ты из этого тоже не можешь потому что форма игрушки будет вообще несуразная то есть она будет никакая вот поэтому я пыталась пыталась друзья и все-таки у меня получилось игрушечка я вот вам хочу ее показать посмотрите кто у меня тут боже это такая нежняшка я вам просто девочки им просто не могу передать я я влюбилась в эту пряжу и хочу сказать что слава богу что я реально то есть ну ощущаю эти столбики до что я могу из нее вязать в общем мне очень нравится это зайка так хочу чтобы их всех было видно вот так вам покажу вот такой знаете прям жмяк жмяк вот такой вот ручки у нас здесь ножки хвостик ленточку от украшения до бантик я завязала на шейку смотрите тоже ушки у нас полосатые принципе можно по-разному их держать но все-таки мне больше нравится когда они идут вот так на сторону я даже специально чуть-чуть так знаете не прям по центру так сбоку пришила чтобы можно было ну или на ту или на ту сторону перекинуть но так прикольно смотрится уж и такие считаете толстенькие вот даже не надо вязать из этой пряжи по кругу именно ушки вот потому что это будет прям слишком одно бы ухо например такое очень очень толстое было такая у меня зайка получилось я тоже когда вязала ее подумала сделать именно тоже глазки вот такие ну конечно поменьше размера но думаю ладно я уже вставлю именно такие они на безопасном крепление да хотя бы посмотрю как в целом получится у меня сама форма как у меня по схеме получится эта игрушечка а уже потом буду экспериментировать с глазками вот и она такая эта пряжа пушистая смотрите тут если вот вот где-то она там до ребенок будет к себе прижимать обнимать она прям глазки вот так закрывает и вот как будто спит вот тоже по цвету они мне попались у меня еще осталось несколько штук этих глазок я ими очень довольна прям вообще они очень очень классные вчера тоже села на этом алиэкспрессе посидела тоже выбирала очень долго где-то те что я заказывала именно вот те по моему два месяца назад или три уже точно не вспомню у меня где-то затерялась эта ссылка я в общем долго искала нашла вроде как бы похожие но не знаю девочки они это или не они ну вот вам покажу видите то есть у меня тут еще осталось 24 вот даже одного нет 24 нет есть раз четыре пары глазок просто вам таких покажу тут заглушка очень классная хорошая вот такие они есть также вот эти цветные разноцветные кружочки то есть можно по цвету до одевать его такие идут заглушки заказала еще потому что я очень хочу вязать таких зайчиков они меня настолько привлекли что я просто передать не могу вот ну и скажу вам что вяжется они тоже достаточно быстро вот значит у меня такая зайка такая классная вообще очень очень мягкая и что ж я оторваться не могла и связала еще одну и вот у меня связано еще зайка вот в таком цвете здесь уже украшение завязала вот здесь бантик ленточку записала на голову можно вот так на можно на шейку можно на голову тоже она получилась очень класс нючая но как видите если посмотреть по мордочкам это чуть-чуть немножко я ее сделала такой более удлиненной в общем друзья как бы схема да в принципе есть но чуть-чуть вот чуть-чуть что-то вяжешь и она по чуть-чуть по чуть-чуть где-то там хочется изменить там убрать там добавить в общем ну потому что говорю новенькая и поэтому работала я над этой схемой тут тоже глазки у нас такие фиолетовые вот такая сладосенька тут мне еще осталось хвостик сделать и друзья главное что они 30 сантиметров так что я ими очень очень довольна смотрите какая у меня пушисто здесь на столе так теперь по пряжи друзья хочу сказать значит именно зая вот с глазками вязаными да и персикового зайчика я вязала из пряжи воланс фокс эту пряжу мне присылала люба тоже из израиля той же я вам говорила о том что я не знаю где то есть она у лина у нас или нет я ее не встречала если вы где-то встречали то напишите в комментариях вот именно из такой пряжи получается 100 грамм 100 метров вот эту зайку фиолетового цвета даже не знаю это не фиолетовый такой что-то в сирене розовый я вязала уже из пряжи гималайя куала и что я хочу сказать я конечно друзья может чуть-чуть до времени надо я буду делать обзор принципе на эту пряжу и на эту и еще я хочу сделать на плюшевую пряжу потому что я там взяла несколько пару новых моточков плюшевой пряжи тоже вам ее показывала в своих покупочка вот и хотелось бы мне сделать обзор на эту пряжу также с вами об этом поделиться до рассказать потому что не не вся она во-первых одинаковая и все-таки есть немножечко свое отличие вот на это уже будет в следующем видео да тоже по плюшевой пряжи вот сделаю обзор именно тогда когда буду вязать из этой пряжи игрушечки до одну например вторую и тогда когда ты вот уже там посмотрел там то ты можешь уже что-то сказать вот что например тут кратко я могу сказать если вы так посмотрите они одинаковые дату из как бы пряжа вот на первый взгляд она кажется одинаковый вот но именно буланс fox она более блестящая в так я не знаю как сказать на такая более блестящая и наверно более гладкая вот это тоже приятная мягкая без всяких проблем да но чуть-чуть есть какое-то свое отличие также если мы так посмотрим друзья лапки смотрите они у меня вязаны но по одной же схеме если вы присмотритесь то видно что вот эта часть больше например это меньше да что получается это пряжа гималая куала и это гималая куала и именно вот такой молочный цвет сам ворс тоненький а вот этот ворс толстый толстый ну и когда ты вяжешь что естественно оно так и получается что тут будет меньше вот тут даже у меня ушки короче получились потому что я давала вот здесь полосочки но целом мне очень нравится мне вообще очень нравится это пряжи это так что можно вязать вообще с большим удовольствием и наслаждением я их вязала и вот прям еще бы хотелось есть это же связать но я думаю что еще с плюшевой пряжи попробую дату из проработаю схему все все с плюшевой пряжи и потом буду делать мастер-класс скорее всего он будет впадать в формате вот на таких зайчиков ну классно друзья классно потому что размер хороший ребеночек маленький да может его обнять на ручки взять носить с собой в общем ее можно расчесать ну она очень классная игрушка прям вообще безумно мягкой так что как видите у меня были девочки такие работы сказать так по итогу за июнь у меня получается 14 работ да если я все правильно посчитала 14 или 15 14 вроде вот ну так скажем неплохо да ну как говорю еще раз если бы ты например просто сидел и вязал то конечно игрушек бы было больше но когда делаешь мастер-класс то она занимает свое время вот напишите пожалуйста комментарии как вам мои новые зайчики я буду конечно с большим удовольствием их читать вот ну а на сегодня я буду заканчивать это видео и тогда до встречи в новом видео всем пока и спасибо за внимание